Здравствуйте дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на канале Дачные Советы. Сегодня у нас 10 сентября, заканчивается садово-огородный сезон. И я сегодня решила снять ролик на тему, что же влияет на хороший урожай томатов. Как собрать хороший урожай томатов в любое лето. Хорошее, плохое, теплое, либо холодное и дождливое. С чего же мы начинаем? Это конечно с выбора семян. В первую очередь мы планируем, какие семена в следующем году мы посадим томатов. У меня 80% томатов выращивается гибридов и 20% у меня выращивается сортовых. От сортовых я не отказываюсь томатов. Там есть очень вкусные сорта томатов. И в конце ролика я немного расскажу о том, какие в этом году я выращивала сортовые томаты. И они просто от них в полном восторге осталось. В общем сначала мы выбираем, что мы будем выращивать. Сортовые томаты, либо гибриды. Да, и вот по поводу того, что многие считают, что гибриды не вкусные томаты. Это очень вкусные томаты. Это огромное заблуждение всех садоводов. Не всех, но многих. Сейчас очень много новых гибридов, которые значительно превышают вкусовые качества сортовых томатов. Ну а про урожайность и говорить уже мне кажется не нужно. Урожай замечательный и плюс огромный. Это то, что они не болеют ни кладоспориозом. И достаточно долго они держатся в теплицах, не поражаясь фитофторозом. Конечно, если уже совсем холодно на улице становится, длительное время холода, то уже конечно в любом случае фитофтора посетит наши томаты. Но, по крайней мере, вот в прошлый, в позапрошлый год мы снимали, в прошлый год не помню когда, но в позапрошлый год мы точно убирали томаты из теплицы уже в начале октября. И они все у нас плодоносили и радовали нас своим урожаем. В общем, определились. Первое, это выбор семян. Второе, конечно, немаловажную роль играет погода. Ну, важно, конечно, чтобы лето было хорошее, особенно начало лета. Вот весна, если холодная, и мы высадили рассаду, как вот в этом году у нас было, и да и в прошлом году точно так же. Она замерла у нас и стоит, и где-то до середины июня она практически не развивается, потому что очень холодно. В этот момент, когда вы высадили рассаду, и если погода не радует нас теплом, что можно делать? Можно подтапливать эти теплицы. Но вот у нас нет такой возможности, мы не подтапливаем теплицы, мы приезжаем наездами, несмотря на то, что это частный дом, но мы не живем в нем. Второй момент, конечно, это нужны правильные подкормки проводить. Очень многие почему-то подкармливают как раз вот навозной жижей, вот этими настоями трав. Ну, это, на мой взгляд, ухудшает вкусовые качества как раз томатов. Это мое личное мнение, я никому его не навязываю. Все-таки больше, что в навозной вот этой жиже, что в настое трав, больше всего азота. А как раз, если мы хотим, чтобы томаты у нас были сладкие, вкусные и хорошая масса плода, то вот избыток азота, он как раз помешает нашим томатам стать вот такими как раз вкусными. На вкус томата очень влияет такое удобрение, как макбор, наличие магния и бора при подкормках. Ну и, конечно, калия. И макбор я всегда использую обязательно два раза за сезон, иногда один раз за сезон, иногда два раза за сезон. Я использую удобрение макбор. Обрыскиваю по листве, можно этот макбор использовать также на улице, не только в теплице, если у вас в открытом грунте томаты растут. Ну и что? И я в теплице все-таки подкармливаю, это вот все у меня тепличные томаты, потому что уличные у меня замерзли все в этом году, подкармливаю минеральным комплексом парник. Все лето, в общем-то. И уже в августе, когда видим, например, что нам уже обещают холодные ночи, уже похолодание, низкие температуры, тут я уже начинаю использовать шашку фито-вторник табачную. Вот, если август теплый, то можно так и продолжать подкармливать минеральным комплексом парник, и только вот когда уже пошло понижение температуры ночные, пошли температуры низкие, тогда уже вот табачную шашку фито-вторник можно использовать. У меня, вот говорю, до сих пор нет ни фитофторы, ни гладоспориоза. Что еще хотела сказать? Еще что влияет? Вот в тот момент, когда завязались плоды, зацвели у нас томаты, и вы видите, что уже завязались плодики маленькие, прям с горошинкой еще, в это время нужно увеличивать полив обязательно, для того, чтобы у вас выросли хорошие крупные томаты. Если будет полива недостаточно, то у вас не вырастет томат заявленной массы на пакетах, а если полива достаточно, то он может и вырасти гораздо крупнее. И вот на канале Ирины Катковой дам обязательно вновь ссылочку под этим роликом на ее канал, это моя подписчица, и мне очень приятно, вот я часто стала в последнее время давать ссылки на ее канал, потому что она недавно создала свой канал, и вот в последнее время стала снимать обзоры и по перцам, и по томатам в теплице, ну глаз радуется посмотреть. И это начинающий садовод. Сад она держит всего шестой год. То есть вот несмотря на то, что человек, можно сказать, молодой садовод, но настолько вот у ней все удачно получается. И хочу сказать, что вот если начало лета и конец лета у них очень хорошие, в Ленинградской области выдались теплые, то середина лета, вот июль месяц был холодный, и я знаю, что Ирина подтапливала теплицы. То есть при желании, если человек хочет вырастить урожай хороший, он, конечно, этого добьется. Никакие погодные условия не помешают. Вот всем советую зайти посмотреть прям ее ролики подряд, все эти обзоры, но это просто восторг, я говорю, глаз радуется. И мне хочется, чтобы люди заходили на ее канал и смотрели, насколько же все у ней удачно получается. Так, по подкормкам тоже сказала, по поливу сказала, что еще у нас влияет. Ну и все, наверное, да. Подкормки, хороший полив. И, конечно, нужно вовремя еще с поливом остановиться. Ну, где-то уже в августе, тоже смотрим по погоде, если тепло, то можно и в середине августа прекратить полив, если холодно, можно пораньше уже прекращать полив. И обязательно, очень важный момент, я всегда удаляю все пасынки. И пасынки я удаляю, пока они еще маленькие, ну, сантиметр-два максимум. Не нужно ждать, когда пасынки выросли у нас сантиметров 20, и после этого их удалять. Потому что томаты, когда кусты, заросшие вот этими вот пасынками, они тоже не дают очень богатого урожая. И если вы пасынки будете все удалять, у вас и плоды будут крупные, и урожай будет хороший. Меня, урожай меня порадовал. Еще раз хочу повторить в этом году. Ну и сейчас я возьму камеру и покажу просто поближе все эти томатики и про некоторые расскажу. Кому интересно, оставайтесь до конца ролика. Так, вот смотрите, с чего начнем. Это, конечно, золотой бык от фирмы Биотехника. Это сортовой томат. В этом году он фантастически вкусный. Я не знаю, что на него повлияло. У нас получилось так, что до середины июня было холодно, а затем до конца июля было хорошо, очень тепло, прям тепло вообще. И вот в этот момент как раз завязывались плоды. Вот видите, они, когда совсем уже спелы, они вот такую даже ярко-оранжевую окраску приобретают. Форма плода разная и плоско-округлая, и сердцевидная на одном растении. Ну, фантастика, вкусный, урожайный. Урожайность отличная. Недорогой сорт, но один минус имеется. Решила в этом году собирать семена сортовых томатов. Представляете, столько уже съели этих томатов. Они у нас уходят в первую очередь, эти вот золотой бык. Но семян нет. Не знаю, вот осталось у меня еще несколько томатов. Я, конечно, здесь не все их выложила. И также они еще есть у меня в теплице. Надеюсь, что все-таки я найду в каких-то томатиках этого сорта семена. Затем сорт дачный из-за крома от Гавриша, от фирмы Гавриш. Очень вкусный сорт. Вот они тут и совсем такие крупные есть. Хороший, вообще отличный сорт. Тоже до сих пор устойчив. Вот эти вот, которые я сегодня называю сорта, они до сих пор у меня не болеют. Листва у них чистые. Очень довольна этими сортами. Урожайность хорошая. Не могу сказать, что отличная у дачных, у сорта дачный из-за крома поменьше, чем у золотого быка. Томаты сами очень вкусные. Очень вкусные. Затем сорт сибирский медведь. У меня его здесь уже нет. Мы весь его съели. Остались только зеленые плоды в саду. Съели, перевели на переработку. Ну, очень вкусный, очень вкусный сорт. Также устойчив к заболеваниям. И урожайность у него хорошая. Не могу сказать, что отличная. Конечно, все сортовые, они уступают гибридным. Поэтому у меня идет сравнение по урожайности с гибридами. Поэтому я и говорю, что хорошая. Если вы выращиваете только сорта, то вы, наверное, можете сказать, что урожайность отличная. Сможете сказать, сибирский медведь от фирмы «Русский огород». Замечательный сорт. Так, сорт манго-джанго, с которого я буду в этом году собирать семена. Но, как я уже неоднократно говорила, он, этот сорт меня покорил в прошлом году. Своими вкусовыми качествами. Но он у меня стоит в углу. И я его очень, я его посеяла, по-моему, уже в 20-х числах марта на рассаду. Или даже в апреле. То есть, забыла совсем про него. И он у меня очень неудачно стоит в углу. Да, вот еще очень немаловажный момент, когда вы выращиваете томаты. Теплица должна быть светлая. То есть, солнца должно быть достаточно, должно быть светло. Обязательно не теневое место. Томаты любят светлые теплицы. Где нет тени. Тогда они будут плодоносить у вас хорошо. Так, ну и из сортовых, что еще у нас? Из сортовых еще «Русский богатырь». Тоже такой неплохой. Это от фирмы «Седек». По гибридам. Вот. Это, конечно, у меня сейчас вот томаты, которые дома лежат. Это не все томаты. Их еще очень много. И плюс еще очень много мы переработали. Достаточно много раздаем этих томатов. Ну, вот этот вот азарт спортивный. Нужно больше, больше, больше. Нужно, чтобы радовало глаз. Весь этот урожай радовал глаз. Вот. По гибридам, что могу сказать? О гибридах, о всех я рассказываю. И все вот эти гибриды, которые я выращиваю, мне очень нравятся. И также хочу сказать, что не только дорогие гибриды очень хороши. Ну, и также такой вот гибрид недорогой. Да, вот сорт «Бабушкина», кстати. Ну, с «Бабушкина» я собираю семена, но я не знаю. Не знаю, буду ли я его в дальнейшем выращивать. Пока не определилась. Вот. Есть гибриды недорогие, очень хорошие. Это такой гибрид, как «Сергей». Замечательный гибрид. От фирмы «Седек». Очень вкусный. И вот кто живет в южных регионах, мне кажется, он там вообще себя проявит очень хорошо. Вот когда он растет на солнце, он просто весь усыпан плодами. Очень хороший гибрид. И, ну, и у нас в теплицах он, даже если нет солнца, он все равно себя очень хорошо проявляет. И также еще очень недорогой гибрид. Это «Александр Великий». Очень он мне нравится. Вот он, кстати. Я его даже узнаю из всех. Плоды очень тяжелые, пока мы ему дегустацию не проводили. Ну, прям тяжеленные плоды. Очень вкусный сорт. Тоже устойчив он достаточно к заболеваниям. Урожайность у него достаточно хорошая для гибрида. Не могу сказать, что прям все усыпано в томатах. Но тоже в зависимости от лета, если тепло, он тоже достаточно урожайный. Ну, и в этом году он себя проявил, как и обычно, очень даже хорошо. От этого гибрида я тоже не откажусь, несмотря на то, что он недорогой. Ну вот, в общем-то, решила показать вам сегодня вновь томатики. Так как скоро показывать будет нечего, из теплицы все уберем, дома все переработаем. На этом я ролик заканчиваю. Всем до новых встреч. Ссылку на канал Ивины Катковой, чтобы зайти и полюбоваться, что у ней растет в теплицах. Шикарные перцы, просто невероятно красивые перцы. Шикарные томаты. Заходите, посмотрите. Всем до новых встреч. Пока-пока.